В ТЭС подведены итоги деятельности за первое полугодие. Показатели по станции более чем положительные. Отпуск тепловой энергии здесь возрос на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Связывают значительные изменения с модернизацией, которая произошла в работе как самой станции, так и муниципальной ресурсоснабжающей организации. В прошлом году Могус-Теплоэнергия на своей котельной провел большую реконструкцию. Мы, в свою очередь, модернизировали свою схему выдачи мощности. Это позволило увеличить отпуск тепловой энергии на 60%. И все это вместе, в совокупности, наша работа совместно позволила сдерживать тарифы на уровне ниже инфляции. Это большое благо для наших потребителей. Ко всему прочему, результаты мониторинга в рамках программы по охране окружающей среды показали, что станция по-прежнему одна из самых эффективных отечественных электростанций по уровню экологической безопасности. Но предприятие не только активно наращивает объемы, здесь проводят постоянную подготовку и обучение персонала. Открыт тренажерный комплекс, с помощью которого энергетики могут моделировать разные ситуации, в том числе аварийные в условиях, максимально приближенных к реальности. Как следствие, сотрудники Сочинской ТЭС – победители в всероссийских ежегодных корпоративных соревнованиях профмастерства. Команда была подготовлена не просто на участие, а на победу. Второе – это наша многоступенчатая система подготовки, отработанная уже годами. И третье – естественно, достаточно высокая и подтвержденная квалификация персонала. Персонал станции очередной раз доказал, что они могут не только квалифицировать, эксплуатировать оборудование, но и быстро и грамотно предотвращать внештатные ситуации, которые могут возникать на оборудовании. Сейчас лучшие в профессии готовятся к осенне-зимнему периоду. На станции проводятся плановые ремонтные работы и техническое обслуживание. Отклонений от графика нет, а значит, сочинцы будут обеспечены светом и теплом.